МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На 24КЗ Народные новости. Всё самое интересное, необычное и новое прямо сейчас. Неординарные истории без политики и негатива. В студии Валерия Гавриленко и вот что вас ждёт в этом выпуске. Классика жанра. В семье обнаружились новые подробности из жизни Фёдора Достоевского. Стильная альтернатива настоящему. Стимпанк и его необычные приверженцы. Каждый человек немного неандерталец. Доказательства британских учёных в нашей программе. Назад в прошлое. В семье в Литературно-мемориальном музее Фёдора Достоевского открылась необычная выставка. Специалисты попытались воссоздать середину XIX века с помощью старых фотоснимков и предметов быта. Именно в это время в город прибыл для прохождения принудительной солдатской службы великий русский писатель Фёдор Достоевский. О том, кто и каким образом связал миксер конца XIX века и автора всемирно известных произведений, а также о том, каким же был город Эс в эпоху отца идиота и барона Врангеля, в нашем следующем сюжете. В эти дни в семье, вспоминает Фёдор Достоевского, 160 лет назад великий русский писатель приехал в город на Иртыши отбывать ссылку. Памятную дату не могли обойти стороной в Литературно-мемориальном музее мыслителя. Здесь была собрана уникальная выставка под названием «Город Эс и его обитатели». С помощью выставки музейные работники попытались как бы воссоздать ту атмосферу, которая царила в городе в середине XIX века. Для этого из фондов были подняты старинные вещи, фотографии, документы, статуэтки, посуда и другие предметы быта. По представленным экспонатам было видно, что в этот период Семипалатинск был одним из процветающих торговых и промышленных центров. На выставке представлено около ста экспонатов, из наиболее таких интересных, из фондов нашего музея. Это, конечно, к примеру, миксер конца XIX века, интересные страховые свидетельства, которые вешались на дом, который страховался от пожара. Это тоже XIX век. Выставка произвела настоящий фурор. Если одних посетителей больше интересовали предметы быта, такие как старинный механический миксер, то краеведы были поражены миниатюрным кураном. Карманное изделие меньше спичечного коробка принадлежит одному из коллекционеров города. Это замечательная выставка. Замечательная тем, что мы видим необычный взгляд на историю нашего города. Ну, традиционно мы привыкли, что да, Фёдор Михайлович приехал в 54-м году, вернее, был сюда, выслан, служил, страдал, любил. Но Достоевск мы видим через город. А что было в это время в городе? Вот это очень интересно. Стоит отметить, что выставка также рассказывает и о тех людях, с которыми Фёдор Достоевский познакомился в Семипалатинске. Среди них Чокан Валиханов, Барон Врангель и многие другие известные личности. Экспозиция будет открыта в течение одного месяца. А это значит, что у горожан и гостей города есть уникальная возможность окунуться в прошлое. И ещё немного о наших, пусть и не таких, талантливых предшественниках. Оказывается, каждый современный человек немного неандерталец. Во всяком случае, об этом красноречиво говорят анализы ДНК. Более того, особенности иммунной системы и некоторые болезни также могут объясняться дальним родством с неандертальцами. Взглянуть на нашего предка и даже прикоснуться к артефактам можно, посетив выставку в Лондонском музее естествознания, посвящённую древним жителям нашей планеты. Вот он, неандерталец во всей своей красе. Согласитесь, выглядит палеонтроп менее примитивно и гораздо более дружелюбно, чем на привычных изображениях в учебниках по истории. Рядом с неандертальцем по соседству расположился более современный вид Homo sapiens. Преодолеть временные рамки и пересечься в пространстве два наших предка смогли благодаря выставке «Британия. Миллион лет человеческой истории», которая открылась в Лондонском музее естествознания. За последний миллион лет на этой территории успели пожить четыре человеческих вида, и им-то главным образом и посвящена наша выставка. Самыми древними британцами принято считать людей, которые относятся к виду Homo antecessor, или человек-предшественник. Жил он почти миллион лет назад. Затем появился гейдельбергский человек, следом неандерталец, и, наконец, Homo sapiens – человек разумный. Климат в Британии был, мягко говоря, непостоянный. Здесь располагались и холодные прерии, в которых было невозможно найти ни единого дерева, и густые леса. А был и период, когда большую часть нынешней Англии покрывал ледник. Ели люди то, что могли поймать. Об этом свидетельствуют найденные кости древних носорогов, медведей и мамонтов. А вот эти орудия, которые наши предшественники использовали для охоты на животных. И вот, наконец-то, мы и подобрались к одной из самых неожиданных тайн древних людей. Она кроется в этих человеческих останках. Большинство из них были найдены в пещере в Западной Англии. Саймон Парфит – один из археологов Лондонского университета. Ученые рассказывают, что большая берцовая кость гейдельбергского человека, жившего 500 тысяч лет назад, доказывают, что наши предки употребляли в пищу своих умерших собратьев. На костях мы обнаружили следы зубов. Древние люди тщательно очищали кости, отделяя их от мяса. Затем длинные кости буквально крашили в пыль, чтобы добраться до костного мозга. Но самым неожиданным открытием Парфит считает способ использования черепов умерших. Он уверен, каннибализм не был просто способом удовлетворить голод. Это был тщательно спланированный ритуал. Мы обнаружили, что из черепов делали чаши. Скорее всего, из них пили воду, а иногда и кровь. При изготовлении таких емкостей использовались те же методы, что и при разделке животных. Следы зубов можно увидеть невооруженным глазом. Многие из представленных здесь предметов специально для выставки воссоздали заново и положили рядом с их оригиналами, чтобы посетители могли прикоснуться к ним и ощутить каждый выступ и острый краешек. Увидеть все своими глазами и прикоснуться к истории можно до 28 сентября текущего года. Завершает выставку надпись. Мы все еще здесь, но вряд ли мы будем последними. А сейчас мы на всех парах отправимся назад в будущее с теми, кто придумал модное направление под названием стимпанк. Это жанр научной фантастики, в которой человечество в совершенстве освоило механику и паровые машины. Его отражение мы можем наблюдать в фильмах, играх, моде, литературе, в работе дизайнера, в современных гаджетах, украшениях и даже музыке. Этот стиль имеет множество поклонников по всему миру. Не мудрено, в наше безумное время плавный 19 век воспринимается как тихая гавань, утраченная человечеством золотая эпоха, когда и травка была зеленее, и солнце ярче. Предлагаем и вам окунуться в стильный альтернативный мир. Черпать свое вдохновение на звалки – это как минимум странно и неожиданно, тем более для основателя нового направления. Но то, что для некоторых является рухлядью, для приверженца стиля стимпанк Криса Джонса – новой возможностью и свежим решением. Кем он только не был, и конструктором лодок, и ювелиром, и даже занимался арт-инсталляциями, теперь же он всецело отдается стимпанку. В своей мастерской Джонс работает над созданием винтажной машины для обжарки кофейных зерен. Дизайнер определяет эстетику стимпанка как жажду новых технологий во времена промышленной революции. Он считает, что популярность стимпанка зависит от тенденций новейших технологий. Вы только посмотрите на современные гаджеты. Они поразительны, но все их секреты таятся внутри. Невозможно понять, как все устроено. В случае со стимпанком все наоборот. Любые механизмы возвращают нас в эпоху промышленной революции. Вы видите машину и понимаете, как она работает. Все на виду. Зубья цепляются за другие зубья, шестеренки и цепи двигаются. А вот это оригинальное кафе под названием «Истина» находится в Кейптауне, столице Южноафриканской республики. Как и предполагает название, кафетерий возлагает на будущее значительные и очевидные надежды. Бросая вызов обыденности и посредственности, заведение стремится предоставить посетителям самый лучший кофе, которым они могут насладиться в необычной атмосфере. Металлические трубы и старая техника создают впечатление, что здесь создают что-то особенное. И в этом есть истина, поскольку кофе, который готовят и подают, является по сути результатом страсти к этому изысканному напитку. Главной чертой интерьера стала трехтонная винтажная машина для обжаривания кофе, расположенная в самом центре зала. В последнее время это место удостаивается самых высоких похвал. Многие эксперты считают кафе успешным проектом, ведь концепция стимпанка хорошо резонирует с сущностью самого бренда «Истина». Старший бариста объясняет принцип работы кофемашины в викторианском футуристическом стиле. Сначала вы включаете механизм, затем поднимаете до самого верха, потом отключаете, тогда он открывает кран и отмеряет 225 пакетов зерен. После чего кофейные зерна обжариваются в этом оригинальном автомате. В некоторых других заведениях Киптауна также можно уловить дух модного направления. Вот еще один настоящий оплот интерьерного стимпанка – ресторан «Рага Феллус». Гостей привлекает индивидуальный стиль, и теперь они обращаются к владельцам с заказами, например, провести вечер в этом стиле. Потому что стимпанк представляет собой новое поле для стилистических решений и сюжетных маневров. А это значит, что мы еще не раз с ним встретимся. Таким был «Мир без политики» глазами наших корреспондентов сегодня. Смотрите «Народные новости». Будьте в курсе интересных событий и необычных историй. А мы всегда найдем, чем вас удивить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова